Здравствуй, Церковь! Я хочу рассказать о том, как Бог спас мою жизнь. Когда я стал старше, 7 класс, мне стало 12 лет, и у меня появились друзья немножко старше меня. Они начали выпивать, и я гулял с ними, и я тоже начал пить. Сначала это было просто выпить. Мы выпивали на праздники, ну или просто вечером. Потом в течение года, в лет 13, я начал злоупотреблять алкоголем. Я начал пить прямо до такой степени, что я не помнил вчерашний день и вчерашний вечер. Алкоголь начал разрушать мою жизнь, и у меня потерялись отношения с родителями. Из-за того, что я начал выпивать, я начал приходить очень-очень поздно домой, хотя мне было 13 лет. Мы начали каждый вечер выпивать, и так продолжалось в течение трех месяцев. Три месяца каждый день я пил. Три месяца. И у нас в городе появился ларек синий. Ну, мы так его называли, синий ларек Боб Марли. И там продавались наркотики. Один из моих друзей решил попробовать. И он попробовал, предложил. И мы с того момента, как я попробовал первый раз, я начал употреблять наркотики два года подряд. Мы с друзьями начали гулять тем, что мы приходили там, нам не нужны были ни телефоны, ничего. Мы выходили и сразу же шли туда, к этому подъезду, к этому ларьку. Мы выходили с деньгами, и все деньги, которые у нас были, мы тратили на эти наркотики. Это был смысл жизни мой. И все происходило это тогда, когда мне было 14 лет. Когда мои одноклассники занимались, продолжали заниматься спортом. Когда мои одноклассники чем-то увлекались. Кто-то ходил на танцы, кто-то на пене. Весь свой подростковый возраст я занимался тем, что я употреблял алкоголь и я употреблял наркотики. Когда я выпивал, меня очень часто забирали в милицию. За одно лето где-то в милиции я был 13 раз. И за меня родители отдали не меньше 15 тысяч. У меня было такое состояние, что я не понимал вообще, зачем моя жизнь, зачем я живу. Я потерял, наверное, я не нашел смысл жизни. Мне это надоело. Меня это просто начало... Эти мысли меня начали убивать. В очередной раз, когда меня позвали употребить наркотики, я согласился. И после того, как я принял наркотики, на данный момент я понимаю, что это для меня открылся духовный мир. Открывая глаза, я увидел, как на меня летит бес. И меня окутал страх. И в тот момент я просил Божьей помощи. Я в тот момент вспомнил о Боге. Я просил у Бога помощи. Я просил Его освободить меня от этого состояния. У меня есть старший брат, и к нему начало приходить мой сотник, мой лидер Вика Артеменко. И я шел домой и встретил Вику. И у меня завязался с ней разговор. И знаете, мне настолько приятно стало с ней общаться, что в общении я увидел какую-то ее любовь ко мне. В общении я увидел то, чего мне так не хватало. По какой-то причине ей были интересны мои проблемы. Она начала интересоваться. И что меня удивило, она хотела мне помочь. Она предложила мне свою помощь совершенно незнакомому человеку. Я знал ее день или два. И после того она пригласила меня на ячейку. Придя на ячейку, я увидел какую-то любовь, где люди интересуются делами друг друга, где рассказывают о своих проблемах и где говорят о Боге. Я не понимал, о каком Боге они говорят. И когда говорили, что мне Бог помог, я начал задавать сам себе вопрос, какой Бог? Какой Бог и как Он им помог? Я начал спрашивать у Вики, Вик, как, что мне надо сделать, чтобы Бог и ко мне сказал, чтобы я увидел этого Бога, я услышал этого Бога? Я хочу увидеть и услышать того Бога, с каким ты живешь, который тебе помогает, который тебе отвечает, когда у тебя проблемы. Она мне сказала, что мне нужно молиться. И она предложила мне покаяться. Меня пригласили на служение, я согласился. И я с того момента начал посещать служение. Молясь, ходя в церковь, у меня не всегда получалось оставаться христианином. У меня были моменты, когда я уходил в грех, когда друзья мне не давали быть в церкви. Мои друзья мне начали говорить, я спалю твою церковь. И придя на служение, пастырь Андрей Георгиевич Тищенко проповедовал, и он рассказывал, что у каждого из нас есть свой Голиаф. Тебе нужно победить своего Голиафа, чтобы не быть рабом, чтобы не быть рабом, чтобы быть человеком с авторитетом. И он проповедовал про Голиафа. И в той проповеди я понял, что Голиаф в моей жизни – это мои друзья. Что если я не брошу их, я не смогу приблизиться к Богу. Я принял решение абсолютно, абсолютно перестав общаться со всеми. Моя жизнь начала наполняться позитивными эмоциями, без всякого алкоголя или наркотиков. Я начал радоваться тому, что я выхожу просто на улицу, тому, что я могу просто погулять с друзьями. Мне не надо тратить бешеные деньги на что-то. Мне не надо употреблять что-то, чтобы смеяться, чтобы попадать в какое-то состояние. Я просто начал радоваться жизни. Пришел момент, когда Вика сказала, что ты готов принять домашнюю группу, что ты можешь уже помогать людям, спасать людей. И когда она мне это сказала, я почувствовал себя уверенно. Я понял, что действительно Бог сделал чудо в моей жизни. Я взял домашнюю группу, и я начал служить людям. И после того, как я взял домашнюю группу, Бог просто дал мне ту любовь в мою жизнь. Он дал ту любовь, которой мне так не хватало. Он научил меня любить. На данный момент у меня самые лучшие отношения с родителями. У нас есть взаимная любовь. Они понимают меня, я понимаю их. Я нашел то взаимопонимание с друзьями. Я нашел честных друзей, верных друзей. Я отучился. Сейчас у меня есть работа. Моя домашняя группа растет. Мы все проповедуем Евангелие. Мы любим Бога. Бог спас меня от смерти. Я не знаю, что со мной было бы завтра в том состоянии, в котором я находился. Но Бог настолько полюбил меня, что Он спас. Я очень сильно благодарен за то, что я сижу здесь перед вами. У Бога были совсем другие планы. И на данный момент я делаю Его планы. Я исполняю ту судьбу, которую Он для меня приготовил. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!